Дорогие друзья, всем приветствую на цветение двух плетистых сортов роз. Это такие сорта Цезарь и Чекмейт. Изумительный сорт с розовыми крупными цветами это Роза Цезарь. В третьей климатической зоне формирую больше как шраб. Высоту метр пятьдесят и в ширину сантиметров сто двадцать. На одном стебле обычно образуется от пяти до десяти махровых цветочков. Раскрываясь они показывают волшебную красоту гофрированных лепестков, которые у основания немножечко такой нежно-персикового цвета и переходит в нежно-розовый оттенок. По самому краю более светлый тон. Персиковый оттенок со временем выгорает и цветки становятся бело-розовыми. Цезарь цветет волнами, первая-вторая волна, между волнами есть небольшой перерыв. Цветок пышный, округлый, в полном распуске, до десяти сантиметров. Лепестки широкие, густо-махровые, не показывающие серединку. Этот сорт отличается прежде всего очень интересным окрасом, но и также обильным и повторным цветением в течение всего лета. Аромат у Розы слегка уловимый, но практически неощущаемый. Побеги довольно прочные, они не паникают под тяжестью таких тяжелых цветов. Но для того, чтобы Роза аккуратно смотрелась, ей необходима подборка. Листва темно-зеленые, глянцевые, придает кусту довольно пышный и декоративный вид. Сорт довольно устойчивый к условиям внешней среды. Стойкость цветка хорошая, на жаре, на прямом солнце, цветочек держится более недели, в более прохладное время еще дольше. На дождь вообще никак не реагирует, но со временем могут появляться небольшие веснушки. Зимовки в третьей климатической зоне отменные, без какой-либо весенней обрезки. Еще один довольно интересный сорт, это Роза Checkmate Dixon 2013 года. У этой розы цветки более-таки простые, полумахровые, показывающие серединку. Серединка желтая, цвет у розы очень интересный. У меня нет ни одной розы из всех 500, похожей именно по цвету на этот сорт. Нежно-абрикосовые, розовые, чем-то напоминают яблоневый цвет, когда яблоня цветет. Обычно появляются в соцветиях, соцветия крупные, на каждом побеге до 30 и более розочек. Отцветают они довольно быстро, но за счет такого большого количества бутонов и цветов она цветет постоянно и много. Цветет практически без перерывов. Прекрасная показывает зимовки в третьей климатической зоне. Роза неприхотливая, у меня ничем еще не болела. Листва темно-зеленая, глянцевая. У меня куст в высоту где-то метр двадцать, метр тридцать, но вообще, в принципе, она должна быть высокой. Где-то метр семьдесят, два сорок. Эта роза произвела на меня прекрасное впечатление за счет большого количества набираемых постоянно бутонов. Распускаются цветы постоянно, они постоянно, в течение всего сезона. Такое вот настоящее букетное цветение. Многие знают, многие замечали более светлые сорта роз. Всегда после дождя, либо холодной погоды появляются веснушки. Вот у этого сорта веснушек не появляется. Аромат у розочки есть, но он довольно слабый. Если у вас остались вопросы по этим сортам, пишите. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!